Всем здравствуйте! Вы смотрите интервью дня на телеканале Катунь 24. Меня зовут Антон Скаль. Молодежное правительство Алтайского окрая совместно с детским технопарком Алтайского окрая Кванториум 22 организует мероприятие с привлечением экспертов из общественных организаций, предприятий и органов власти Алтайского окрая в период с 22 июля по 12 сентября 2020 года. Имеет оно такое общее название «Акселератор молодежных идей». Об этом проекте поговорим прямо сейчас подробнее. У нас в гостях Летягина Ольга Александровна, член молодежного правительства Алтайского окрая и Муратов Александр Юрьевич, руководитель подразделения детский технопарк Кванториум. Добрый день! Здравствуйте! Сразу вот этот вот термин, идею, не пару слов о проекте, «Акселератор молодежных идей». Что это такое? Ну, «Акселератор» — это от слова «ускорять». Значит, мы пытаемся ускорить те идеи, которые у нашей молодежи есть. А слава богу, они идеями этими просто пышут, пылают, и им хочется их воплотить и реализовать. Именно для этого мы и сделали «Акселератор», чтобы помочь ребятам, у которых уже есть идеи, их воплотить, а чтобы тем ребятам, у которых эти идеи только пока в зачаточном состоянии, помочь эти идеи развить, оформить и реализовать, получить на них финансирование. Какие предприятия, организации уже вовлечены? На данный момент мы пригласили экспертов, это с разной сферы, IT-специалисты, специалисты, которые уже неоднократно писали гранты. У нас эксперты есть, которые помогут поставить речь, как выступать перед аудиторией, так как непосредственно защита грантов подразумевает в себе очную защиту и выступление на мероприятиях. И ребятам важно также эти навыки освоить, также маркетинговые направления, которые необходимы знать. Ребята в школе просто не получают этих знаний, поэтому на нашем «Акселераторе» есть прекрасная возможность их получить. Идея, в принципе, понятна, партнеры тоже понятны. Цели, какие цели хотите добиться за вот эти вот 10-20 дней? — Ну, самая главная цель — это помочь ребятам себя реализовать. Что это подразумевает? Тут целый комплекс разных компетенций, знаний, которые дети на нашем «Акселераторе» получат. То есть, во-первых, как уже сказала Ольга частично об этом, ребята разовьют свои навыки, так называемые софтовые навыки. То есть, они научатся определять интересную проблему, актуальную проблему, которая бы нашлала отлик в обществе, которая бы продалась. Во-вторых, они должны, они научатся эту идею, генерировать решение этой идеи. Ну, и в этом нам как раз помогут ребятам наши компетентные, интересные, захватывающие спикеры из разных организаций партнерских. Ну, и, безусловно, хардовые навыки, так называемые. То есть, наш «Акселератор» направлен на поиск технических решений для тех или иных проблем. То есть, мы же детский технопарк, соответственно, у нас есть прекрасный штат педагогов-наставников, которые обладают современными компетенциями в области техники. То есть, например, аэротехнологии, беспилотная авиация, это промышленная робототехника, другие направления. Как раз в этих направлениях мы будем помогать ребятам свои харды развить. То есть, ребенок, который обучается на «Акселераторе», он научится, кроме того, еще и представлять себя. И, в конце концов, главная цель, чтобы команда ребят или индивидуальный участник смог оформить грант. То есть, ребенок оформляет грант, затем мы, командой экспертов, определяем трех лучших ребят, три лучшие команды. Ну, собственно, целью является помочь ребятам развить себя, развить свои навыки и определить трех лучших ребят. — Александр, Ольга, я предлагаю сейчас более подробно поговорить об участниках, об их количестве, возрастные ограничения, со скольки до скольки. И с какими идеями в основном приходят, и в чем заключается как раз работа взаимодействия. И если кто-то сейчас заинтересовался из нашего подрастающего поколения, куда ему приходить, куда ему обращаться, чтобы поучаствовать, и вообще, возможно ли еще какой-то набор или нет, или ждать следующего? — Ну, на данный момент у нас зарегистрировано 56 участников. Это не только ребята из города Барнаула, также Заринск, немецкий район. Вот, в основном у нас школьники, это от 14 до 18 лет. Есть один студент первого курса. Ребята, многие пришли уже с готовыми проектами, с идеями, очень интересные, которые направлены на разные сферы жизни. На развитие патриотизма у школьников, на медицинское направление, образовательное направление. Все очень интересные проекты. И действительно удивляет, что в таком юном возрасте ребята уже задумываются о каких-то глобальных вещах, которые будут полезны обществу в будущем. — Кто может обратиться? Любой школьник Алтайского края и куда? И есть ли это возможность сейчас или уже все, можно сказать, поезд ушел? — Мы всегда рады видеть в наших рядах новых участников. Поэтому специально для зрителей ТВ «Катунь», для всех ребят Алтайского края в возрасте от 14 до 18 лет мы сейчас с молодежным правительством договариваемся продлить сроки регистрации на наши мероприятия еще на два дня. Да? — Да. — А что нужно? Что требуется от школьника? — Необходимо заполнить электронную анкету, зайти на сайт детского технопарка, это кван22.ру, в наше сообщество ВКонтакте. Есть сообщество ВКонтакте молодежного правительства. Есть сообщество, предназначенное специально для «Акселератор». То есть целая система разных коммуникационных сервисов задействована, чтобы ребята могли присоединиться к нам, могли получать консультации, помощь наставников и быть успешными в нашем «Акселераторе». — То есть все предельно просто. До какого числа мы продлим? — Сегодня вторник, до четверга включительно. — До четверга. То есть буквально считанные деньки для того, чтобы успеть, для того, чтобы… Главное, как я понимаю, иметь хотя бы идею и уже с идеей приходить и реализовывать ее на площадке. Как вообще вот эта выстроена, организована работа? Каждый день, не каждый день? Сказали об интересных спикерах, об интересных партнерах. Можем сейчас кого-то приоткрыть, приподнять вот эту завесу тайны? — У нас обучение две недели запланировано, ежедневно ребята. Так как мероприятие онлайн, на площадке Zoom. Мы… час обучения у нас запланировано. Ребята вживую общаются, задают вопросы. Каждый день новая тема, новый спикер. Например, есть приглашенный спикер из города Брянска. Это Сергей Викторович Кондратенко, директор IT-компании в городе Брянске. И также он непосредственно участник разных мероприятий. Из местных у нас очень откликнулся, и мы этому рады. Это Константин Барниман, чтобы с ребятами провёл обучение по выступлениям. Также у нас есть прекрасные наставники из «Кванториум-22», преподаватели, которые с радостью делятся опытом. И лекции очень интересные, насыщенные. И также у нас члены молодёжного правительства. Ребята также обладают компетенционными навыками и готовы делиться ими с ребятами. Александр, вы уже сказали, что будет три победителя. Три победителя в какой-то одной номинации или вне, зависимо от номинации. Поскольку, как я понял, идеи разные, направления абсолютно разные. И вот из всех, пока 56 человек, может быть, кто-то ещё сейчас добавится, из вот этих вот участников всего три будет победителя. И когда и как будут подводиться итоги? Победителя будет действительно три. Но я надеюсь, что ребята все станут победителем. Поскольку поучаствуют в вебинарах, выполняют задания. То есть не просто мы слушаем вебинары, а ребята обязательно выполняют задания, а в конце оформляют грант. Но, к сожалению, жизнь такова, что действительно три финалиста, три победителя. Этих победителя будут определять эксперты на основании критерий и выполненных работ. То есть как ребята оформили, выполнили задание, оформили заявку на грант, представили видеопитч, который нам, как раз, Константин Барноман поможет ребятам подготовить. И надеюсь, он будет очень интересным и захватывающим. Какие дивиденды получат? Дивиденды. Три финалиста получат полное сопровождение молодёжного правительства и детского технопарка Алтайского края, и привлечённых экспертов и организаций по финальной подготовке грантов. То есть мы с ребятами гранты эти напишем вместе, с ними подадим на площадки, ну и будем болеть за них, чтобы они побеждали и получали гранты. Резюмируя всё наше интервью сегодня, вам большое спасибо за то, что пришли, рассказали. Насколько я понимаю, это впервые в Алтайском крае, мы будем следить за этим проектом, освещать его по мере возможностей на нашем телеканале. И напоминаем, что есть буквально два дня у школьников Алтайского края, которые могут дозаявиться в этот проект, поэтому успевайте. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь-24, будьте здоровы, оставайтесь с нами. Аминь.